Коллеги, добрый день. Меня зовут Иван Черницын, я руководитель Центра аналитических решений Дирекционных продаж. И у меня будет такой большой доклад о нашей практике Клик. Сначала я расскажу про наше подразделение. Дирекционных продаж – это сбытовой бизнес «Газпромнефть», и это больше 20 тысяч сотрудников, по численности это порядка 30% всей группы «Газпромнефть». И у нас такой интересный бизнес, у нас несколько каналов продаж, есть и биржевые продажи, и крупнооптовые продажи, мелкооптовые продажи, розничные, корпоративные продажи нефтепродуктов, сеть большая АЗС, расположенных во многих регионах России и в четырех странах СНГ, больше 800 розничных магазинов и кафе, которые продают в том числе продовольственные товары, оказание услуг, есть нефтебазы, где полностью ведется хозяйство, и там есть некоторая доля производственных процессов, и есть собственные сервисные предприятия, такие как «Газпромнефть-транспорт», «Газпромнефт-лаборатория», которые оказывают сервисы внутри нашей структуры и внешним клиентам. С точки зрения данных, это очень интересный бизнес, мультиканальный и с многими видами деятельности внутри. То есть у нас есть и логистика, и сервисы внутренние, и очень много всего для анализа. Ну и программа лояльности на АЗС включает уже больше 11 миллионов человек, и это тоже интересный объект аналитики. В «Газпромнефте» есть еще два больших бизнес-блока, есть корпоративный центр, и это, ну вот был вопрос на эту тему до этого, это достаточно независимые структуры, которые самостоятельно выбирают инструменты и их используют. Поэтому практика использования BI-инструментов, аналитических решений в разных блоках совершенно разная, и мы обмениваемся опытом внутри компании. Мы были первыми, кто стал применять клик, и стартовав проект в конце 2012 года, достаточно успешную практику создали, и благодаря внутренним референсам мы заразили энтузиазмом всю компанию, и сейчас в большинстве блоков клик является доминирующим BI-инструментом, не единственным, но доминирующим с точки зрения выбора. И я опять же дополню, что когда мы создавали внутреннюю практику, я сейчас буду об этом рассказывать более подробнее, то создавали центр обучения, вот 800 сотрудников, сейчас уже гораздо больше тех, кто проходили обучение, сотрудники офисов. То есть в нашем блоке порядка 3000 офисных сотрудников, и это специалисты, которые управляют продажами, контролируют сервисы, контролируют эксплуатацию, это могут быть экономисты, и вот все эти люди, они проходили обучение по клику, а сейчас у нас есть welcome курс для новых сотрудников, и почти все новые сотрудники в офисах, они его проходят, когда появляются в офисе. Наша большая история, она началась с того, что мы выбирали продукт, который поможет нам сделать некий прототип BI-решения. Мы не думали, что клик будет такой долгосрочной историей, мы хотели попробовать, что такое BI, у нас не было централизованного хранилища данных, у нас были инициативы от разных департаментов внутри дирекции, отдельно у блока корпоративных продаж, отдельно у блока оптовых продаж, отдельно в блоке экономики, и мы все это объединили в один проект. У нас были разрознены системы и попробовали, что такое BI, первый опыт. И вот оказалось, что клик, подойдя нам как инструмент быстрого прототипирования, все эти годы с нами жил и позволил реализовать очень сложные сценарии работы, о которых я вот сегодня хочу рассказать. И мы постепенно усложняем эти сценарии, накапливая объемы данных, пришли уже к миру больших данных, и теперь органически вписываем решение клик в эту платформу. То, как мы стартовали, вот в 2013-2016 году у нас стали появляться первые приложения, и мы использовали возможность клик для хранения файла в своем внутреннем формате, достаточно эффективной обработки для того, чтобы создать структуру а-ля логическое хранилище данных, для обработки файлов, которые мы загружали из источников. И мы сделали четыре внутренних слоя хранения файлов, и это нам позволило обходиться очень долгое время без создания промышленного хранилища. И в чем плюс? В том, что мы очень быстро двигались с точки зрения бизнес-кейсов. Один сотрудник мог одними руками, подключившись утром к источнику, вечером отдавать заказчику готовое приложение на продуктивных данных. Это немыслимая скорость и очень низкая стоимость работы. И мы решили работать по такой схеме, пока возможности клик как платформы именно хранения данных себя не исчерпают. И эти возможности оказались достаточно большими. Но я скажу, что к началу 2017 года у нас первый слой в формате QVD хранил больше 20 терабайт данных. И клик все еще работал. Это довольно много. Это только структурированные данные и в сжатом формате. И, соответственно, весь аналитический конвейер, сборка данных, расчеты, механизмы прототипирования и презентационный слой, механизмы качества данных, мы все это реализовали с использованием компонент клик. И довольно долго с этим жили. И вот, собственно, кейсы, которые я сейчас дальше буду рассказывать, они как раз про этот опыт. Дальше я расскажу, как мы трансформируем это с учетом появления новых задач. И Александр Владимирович до этого показал слайд с параметрами системы и функциональностью. Мы сразу создавали систему как единую для бизнеса и экономистов, хотя заказчиком был финансовый директор. Заказчиком был финансовый директор еще и с такой целью реализовать свою стратегию перехода от человека, который отвечает за отчетность, к роли бизнес-партнера и к роли интегратора бизнеса. Того, кто оценивает бизнес-решения, делает прогнозы, оценивает риски и дает рекомендации на основе данных. Естественно, для того, чтобы эту стратегию реализовать, финансовому директору нужны данные бизнеса под рукой. И BI-проект как раз затевался с тем, чтобы выйти за пределы бюджетной модели, за то, что входит в формы планирования и фактической отчетности, выйти к транзакционным данным, клиентским данным, для того, чтобы иметь к ним постоянный доступ, иметь доступ к аналитике, которая использует бизнес, пользоваться ей совместно и иметь более высокие компетенции и давать рекомендации, которые будут цены для бизнеса. В этом был смысл. В текущем докладе у нас много на разных мероприятиях было рассказов про наше внедрение. Вот текущий доклад, он впервые делается и обобщает опыт именно экономических приложений. Поэтому доклад называется «Комплексные BI-инструменты для финансового директора». И вот это как раз часть нашей BI-системы, которая реализует именно экономические приложения, реализованные в блоке экономики и финансов. У нас сейчас в компании много проектов на продукте Кликсенс, но я вам расскажу про приложения, которые прошли испытания годами. В основном они реализованы были в 2013-2016 году. И потом, до текущего момента, они наращивали свою логику за счет более сложных сценариев использования. И эти приложения, проверенные годами, они реализованы на платформе Кликвью. Мы сейчас очень сильно смотрим в сторону Кликсенс, но вся история, которая бизнес-критичная, сложная по функциональности, проверенная, она работает на платформе Кликвью. Практика, такая ролевая модель, и практика работы, которая сложилась в блоке экономики и финансов, она включает в себя некую модель ролей на стороне заказчиков задач и исполнителей задач и включает в себя некий ландшафт и взаимодействие с пользователями. Первое. Со временем мы начинали с внешними подрядчиками, но со временем у нас человек за человеком сложился центр компетенций по BI в дирекции рынок продаж. То есть началось все с того, что я стартовал проект в одиночку как единое ответственное лицо от бизнеса и одновременно руководитель проекта от ИТ, но развивая функционал, мы все больше имели гибких требований, больше критичности для бизнеса, и это потребовало более быстрой реакции, и постепенно вот человек за человеком мы прирастали, и к началу 2017 года центр компетенций по BI достиг уже больше 30 человек. И были выделены роли, роли архитектора BI, разработчика BI, администратора BI, системного аналитика. Это более-менее традиционные роли в проектных командах. Но вот важным моментом стало выделение роли эксперта по качеству данных. В начале 2015 года у нас появился первый человек, который полный день стал заниматься качеством данных. И это подразумевало не исправление данных в BI, а BI — это зеркало души, зеркало систем. Задача эксперта по качеству данных заключалась в том, чтобы консультировать бизнес по инцидентам и вопросам по качеству данных в приложениях, которые отражают данные из десятков систем. И второе — находить системные решения для того, чтобы дефекты в данных не повторялись никогда. Речь идет о том, чтобы доработать какую-либо систему, не обязательно BI, возможно, систему-источник, так, чтобы ошибка в данных больше никогда не повторилась. Это основной фокус работы эксперта по качеству данных. Сейчас у нас уже семь человек, фулл-тайм, те, кто занимаются качеством данных. И они загружены на несколько месяцев вперед. У них очень много работы. Вот это как бы наша инновация, которая позволила с момента запуска очень сильно увеличить количество пользователей. Ну, это косвенный эффект от того, что пользователи стали больше доверять данным, которые находятся в BI-приложениях. И второй момент — это развитие наших заказчиков. Блоки экономики и финансов — это управление, управление бизнес-анализа, управление методологией управленческого учета, управление инвестицией. Это подразделения, которые занимаются финансовым анализом и так далее. И в каждом из этих подразделений со временем появилась такая роль, как методолог аналитических решений. То есть если сначала мы делали отчеты, делали какие-то сложные даже технические кейсы, и все это развивалось хаотично, люди, заказчики выделяли свое время по мере возможности, то когда появились люди, которые можно называть их методологами или бизнес-аналитиками внутренними, которые большую часть своего времени выделяют именно на развитие системных инструментов и на то, чтобы распоряжаться данными, то, что data stewardship называется в английском, вот тогда действительно пошел прогресс, и мы стали делать действительно сложные сценарии, действительно сложные кейсы. И это тоже инновация, которую стоит придерживаться. Еще то, что касается ландшафта. У нас есть три ландшафта. Продуктивный ландшафт, тестовый продуктив. Он тестовый продуктив, потому что мы избавились от всех внешних подрядчиков со временем и с ростом внутренней команды. Мы перешли к тому, что приложения в тесте сразу создаются на продуктивных данных. Мы не привлекаем внешнего подрядчика, нам не нужна технология обезличивания. И такой ландшафт означает то, что заказчики могут получать прототипы решений очень быстро и сразу их тестировать на промышленных данных и давать обратную связь. И мы можем очень гибко адаптироваться от этой обратной связи. Нам не нужно ждать выпуска релиза, того, что он будет на тестовых данных, потом это будет передаваться, приниматься и так далее. Это происходит гораздо быстрее. То есть мы снизили такие транзакционные издержки. И третий ландшафт называется песочницы или сэндбокс. У каждого подразделения выделены зоны, отдельные на сервере, где пользователи могут самостоятельно разрабатывать приложения. И речь не о том, что они делают селф-сервис в существующих приложениях, создают собственные диаграммы, закладки, делятся ими с другими. А речь о том, что они создают собственные приложения, подключаясь к слоям, которые реализованы в клике. Структура слоев, о которой я раньше рассказал, она еще служила для того, чтобы создать единый язык, на котором говорят бизнес-пользователи. Мы на внутренних слоях BI сделали силами системных аналитиков единый словарь для всех подразделений в дирекции. И вот уже много лет он используется. То есть у нас ушла та история, когда разные управления или разные департаменты говорят на разных языках. Благодаря тотальному использованию BI люди стали использовать одни и те же термины для измерений и показателей. Это очень важная культурная трансформация была. Они перестали спорить по поводу понимания показателей и только очень локально остались такие темы, которые вызывали споры. И благодаря этому у нас на слоях ClickView в какой-то момент происходит формирование семантического слоя. То есть данные из всех систем в какой-то момент превращаются в данные, которые уже называются бизнес-терминами. И вот к этому слою мы начали обучать пользователей подключаться как к магазину данных. И стали обучать их тому, чтобы из этого магазина, из QVD файлов создавать собственные приложения. У нас для этого были созданы внутренние курсы обучения. И вот в какой-то момент возникла программа обучения из четырех уровней. Каждый уровень один полный день занимал. Есть базовый курс для начинающих пользователей, есть курс для продвинутых пользователей. Очень сложные вещи. Базовый курс разработчика и продвинутый курс разработчика. И это курсы для бизнес-сотрудников. И вот те, кто проходят третий, четвертый уровень обучения, они получают доступ в песочнице и начинают делать собственные приложения. И что тут можно еще делать? Сотрудник-аналитик в подразделении, или BI-чемпион, как его называет клик, он может проверять различные гипотезы. Он может взять готовое приложение, скопировать его к себе в песочницу и присоединить к нему какой-то Excel-файл с какими-то расчетами и сразу получить новую модель, по которой решить задачу, поставленную руководителем. Разовую задачу. Промоделировать что-то и получить результаты. Сейчас один момент. Это тоже важный элемент культуры. И большим фактором успеха еще с точки зрения BI в блоке экономики стало то, что сотрудники блока стали подключаться не только к приложениям для собственного использования, но еще и к приложениям бизнес-подразделений. То есть розничных продаж, корпоративных продаж, оптовых продаж и так далее. И это дополнительно добавило интереса к BI. Сейчас у нас как раз пойдут приложения. Техническая пауза. Может быть по ролевой модели есть вопросы, я могу ответить пока что. Максим Рыбал, компания Сбербанк. Иван, поделитесь опытом. А как вы поддерживаете стабильность своих песочниц и своих промышленных серверов, когда любой пользователь может что-то там опубликовать и сделать что-то нехорошее? Мы не управляем песочницами. Это выделенные сервера, на которых сотрудники могут делать свои эксперименты. И мы не вмешиваемся в это, если они к нам не обращаются. А продуктивный контур? Продуктивный контур. Мы не кватируем сеансы пользователей. Мы работаем с какими-либо инцидентами. Если пользователь делает что-то не так, и он съедает много ресурсов, то с ним проводится беседа, и он приглашается на курсы обучения. И если он делает что-то второй-третий раз, то его отключают. И только через его руководителя он может восстановить доступ, но очень мало прецедентов, чтобы люди не извлекали урок из этого. То есть вы следите уже по факту? Да. А часто у вас промышленность… Ну, такого еще не было, да? Сейчас нет. А, хорошо. У нас достаточно скромное оборудование, и все работает, да. Но это еще и вопрос оптимизации. Грамотность пользователей плюс оптимизация. Был еще вопрос про источники данных. В основном у нас, если говорить про СУБД, то это Postgres и Microsoft SQL Server, да. Но у нас очень много 1С систем, но и даже не 1С системы, в основном они вот в этом формате СУБД. У нас есть свой процессинг программы лояльности, там OpenWay система, есть ASU OZS в специфичных форматах. Но если говорить про RSUBD, то это Postgres и MS SQL. Самые разные системы. Второй вопрос был. Вы скречиваете данные, которые уже структурированы, и с теми данными, которые исходные, была картинка, значит, АДОП. Это следующая история. Я сейчас расскажу в продолжении. Вань, можно еще вопрос? Да. Олег. Да. Сколько у вас пользователей в день? Ну, приблизительно, да, количество сессий интересует. И какие пиковые дни нагрузки? Я сейчас сходу не скажу. Это такая совсем административная история. То есть вот тот показатель, который я привел на слайде, это количество уникальных сессий за 6 месяцев. Сколько в день, ну, в месяц уникальных, там, может быть, 500-600 пользователей, да, заходит. Понятно. В день это зависит от того, есть ли у нас сейчас сезон бизнес-планирования или прогнозирования. В эти моменты происходят пики, если все спокойно, руководство уезжает куда-то, то меньше пользователей. Понятно. Спасибо. Коллеги, исправляем техническую неполадку. Пока непонятно, сколько по времени займет, но стараемся как можно быстрее исправить. Давайте пока вопросы, да, передавайте им микрофон, если таковые есть. Дальше, секунду. Дмитрий, Дмитрий, из Евросементгрупп. Я вижу вас. Вопрос такой. Вы говорили, что есть некий монитор руководителя, в котором ослежатся показатели, может быть, KPI какие-то ставятся. А подключена ли к этой системе система постановки задач подчиненным? Или это в отдельном инструменте делается? Нет, не подключена. У меня будут слайды, да. И позиция наша в отношении армов топ-руководителей такая, что так как топ-руководители принимают стратегические решения, они в большой мере должны опираться на неструктурированные данные. То есть то, что работает уже как процесс, оно для топ-руководителя не представляет интереса. Представляет интерес, те показатели, которые либо какие-то новые, связанные с новыми активностями, либо то, что выходит из-под контроля. И идеальный арм топ-руководителя должен быть похож на кабинет инвестора. Если вот вы пользовались кабинетами инвестора, который покупает и продает акции. Там есть часть, когда вы можете посмотреть котировки, там графики выплаты дивидендов, но основная часть, которую читает инвестор, это комментарии, прогнозы, новости относительно бумаг. Это не структурированные данные, приходящие из разных источников. Вот на что-то похожее должен быть похож арм топ-руководителя. И это не класс BI решений. То есть мы можем в BI реализовать статичные формы, какие-то справки, дашборды, которые регулярно используются. Но основной контент, который нужен руководителю для принятия решений, он не структурированный. И это как раз разного рода рекомендации, советы, записи. И это не класс BI инструментов. Это, можно сказать, класс скорее, который Enterprise Performance Management называется. У нас четыре поколения армов руководителей изменилось. Я покажу то, что сейчас есть. Но я считаю, что уровень топ-менеджеров не должен затрагиваться BI. Это только какая-то точечная история. Андрей Козлов, ЧТПЗ. Подскажите, пожалуйста, по пути вашему. Вы говорили, что у вас много систем разных, они собираются в клик. Какие проблемы были с методологией? То есть с единой методологией. Наверняка разные ваши подразделения. Ну, я не знаю, либо дочки какие-нибудь разные. Они как-то должны были в единую методологию. Данные должны были собираться. Кто занял этот путь и кто был ответственный? Мы как раз BI внедряли на добровольной основе. То есть никого силой не заставляли. И плюс был именно в бизнес-эффектах. Первые кейсы, которые были реализованы в 2013 году, первое, что произошло, это сбор данных со всей сети АЗС в России. 1200 заправок были подключены к ClickView и стали по транзакциону отдавать данные в режиме каждые два часа. Мы стали видеть до строчек каждый чек, каждой заправки. Причем заправки станции работали на разных системах управления в разных регионах, на разных версиях ПО. Справочники были между собой несинхронизированы. И первые месяцы люди просто не могли даже проверить эти данные, потому что не с чем было сверять. И вот успех был в том, что мы впервые получили всю историю по заправкам в такой детализации и достоверно, в какой никогда ее не было. И стали возможны новые эффекты с точки зрения анализа, которых раньше не было. И потребовались новые люди в рознице. В экономике мы очень сильно ускорили отчетность, которая у нас была в 1С отчетность. У нас, так как географически распределенный бизнес, есть дочерние организации в странах СНГ, где совершенно особые правила игры, там другое законодательство. И у нас были сложности с тем, чтобы собирать данные в едином формате из большого числа баз. И вот эти вопросы были решены, плюс сама скорость формирования отчетности, она была ускорена на порядке. И я приводил пример, что у нас был отчет, который формировался в централизованной базе 1С 50 минут. В клике он стал формироваться за 7 секунд. И его можно было трансформировать всячески при этом, добавлять поля, менять строки, столбцы местами. И это была трансформация работы с данными. Люди поняли, что здесь нет пределов, и они стали сами просить, давайте мы добавим еще. И в какой-то момент подразделения, которые не вовлеклись в BI, они стали завидовать. Потому что они увидели эффекты. И они стали становиться в очередь. И постепенно задачи стали усложняться, становились более интегрированными. И тогда мы стали собирать пользователей. Благодаря тому, что у нас была выделена роль системного аналитика, это как раз люди, которые модерировали такие собрания и вели их к тому, чтобы все договаривались. И как раз хорошая история с армами топ-руководителей в том, что там много таких кросс-функциональных показателей, про которые нужно договариваться. И даже если этот арм топ-руководителя потом не используется, то количество проблем, которые были решены при его создании, они превышают затраты, которые были потрачены. Потому что очень много людей собирается ради того, чтобы договориться. У нас были очень сильные споры, что такое количество АЗС, что такое сопоставимая сеть АЗС, что такое новый объект с точки зрения методологии, что такое формат магазина. И вот эти споры у разных подразделений не решались, пока мы не занимались каким-либо инструментом. Консенсус. Консенсус, да. И вот очень хорошо, что у нас в каждом подразделении со временем появились вот эти методологи аналитических решений. Они же, по сути, владельцы приложений и владельцы определенных данных, стюарды. Они решают вопросы на местах, и они же принимают решения по спорным моментам. В какой-то момент возникают кросс-функциональные вопросы, тогда стюарды между собой встречаются и договариваются. Это происходит добровольно. И это ведет к росту культуры, к доверию и к тому, что инструменты становятся более универсальными для использования. Да, извиняюсь за паузу техническую. Мы продолжаем. Вот такая ролевая модель сложилась, и при подготовке этого доклада мы проанализировали опыт использования BI в блоке экономики и поняли, что было 8 сценариев использования, и эти сценарии представляют собой некую эволюцию. И вот это не так, что все произошло одномоментно, а со временем, с годами у нас появлялись новые роли и новые сценарии работы с BI. И вот сейчас я покажу на конкретных кейсах, как эти сценарии применялись, что они означают и как мы использовали клик не только как BI, но и как инструмент других классов. Мы очень сильно все, что может клик, мы по сути у себя за годы эксплуатации попробовали. И это достаточно интересные кейсы. И вот 8 сценариев. Начало это отчетность, затем это сверка данных между многими системами, потом это сложные механизмы, управляемые пользователем клик для трансформаций, комплексные трансформации, замена элементов системы бюджетирования, системы управления инвестициями, именно в блоке экономики. Затем это интеграция все большего числа источников, наконец это реально топ-менеджерские инструменты на системных данных, что нечасто бывает. И потом это сложные… Вот последние два уровня, седьмой и восьмой, это уже такая акробатика BI. Вы сейчас увидите примеры, и это действительно уникальные вещи. И я начну с этого. Сначала предупреждаю о том, что скриншоты, которые вы видите, сделаны не на реальных данных. Они отображают корректно интерфейсы приложений, но сами данные, они либо скрыты, либо они тестовые. И первое, с чего мы начинали, это 2013-2014 год. Мы сделали корпоративную тему, и мы сделали очень много отчетов, которые выводили информацию в виде таблиц. Собирали их из нескольких систем, обычно из одной и двух, и выводили в виде таких таблиц. У нас очень большой фокус был на нормативно-справочную информацию. И перед началом внедрения BI мы внедрили систему управления нормативно-справочной информацией. В то время, когда мы ее внедряли, все говорили, зачем нам это нужно. Сейчас, по прошедшему многих лет, это одна из самых популярных систем в дирекции. Все новые проекты с ней интегрируются. И это позволило создать эталонные записи ключевых, по сути, скелета аналитики, ключевых справочников, их атрибутов, мэппингов между разными системами, их хранить. И здесь мы видим типичный отчет, в котором выводится информация в одном формате по всей сети, допустим, на ЗС, по затратам, их распределению. И разные аналитики позволяют все это смотреть. Вот на то, чтобы выверить такие отчеты, чтобы они работали стабильно, с точки зрения обновления данных, с точки зрения интеграции разных источников, ушло там год-два. Это базовые отчеты, но без них ничего бы не двигалось. Плюс был в том, что эти отчеты сразу дали выигрыш в скорости формирования, в клике. То есть их было несложно сделать, но пользователи сразу получали выигрыш в производительности по сравнению с тем, как они бы работали в 1С. Очень сильный выигрыш. И это их привлекало в BI, и это развивало BI как инструмент. Следующий шаг в развитии в том, что стали появляться инструменты не с табличными формами, а уже с дашбордами, с диаграммами, с показателями. И здесь табличные данные вот внизу соседствуют с данными, которые вводят ключевые показатели. И эти диаграммы, они интерактивные, в них можно проваливаться и двигаться дальше. И здесь как бы уже подключается интуиция поколений. Мы можем на графиках принимать решения, цветами обозначать проблемные моменты, в расшифровках прикладывать какие-то вещи, на которые нужно обратить внимание. И это как бы более высокоуровневая вещь, чем с точки зрения принятия решений, чем табличные формы. Вот это пример из приложения по инвестициям. Здесь как бы ключевые характеристики этого приложения, но смысл в том, что вот здесь каждая закладка, она имеет вот такой дизайн, интуитивно понятный, и кучу фильтров, которые можно переключать и тут же видеть результаты. И это очень удобно не только для руководителей, но и для специалистов. Следующий шаг – это в том, что в каждую формочку можно ткнуть и провалиться в детальные данные. Но чтобы это работало быстро, это должно быть в разных приложениях. Поэтому следующий шаг в эволюции отчетности был в том, что мы стали создавать не одно приложение, а комплекс связанных приложений, из которых одно выводило ключевые показатели, а в другое можно было или в другие можно проваливаться по сохранению контекста по нажатию какого-то кнопки или какого-то индикатора. И вот следующий пример тоже в блоке инвестиций, когда у нас есть главное приложение и есть комплекс приложений, в которые можно всячески проваливаться для того, чтобы получать расшифровку. Не только отчеты, но и какие-то контекстные выборки и так далее. И это достаточно хорошо работает. Это, по сути, эволюция отчетности. Ну и следующий шаг в том, что в таких приложениях стали осуществляться расчеты. Те, которые обычно делались в системах управления инвестициями или в системах планирования, бюджетирования. И мы стали постепенно функционал, который был в этих системах, переносить в клик. Почему это стало удобно? Потому что это быстрее было. У нас мы можем в клике скопировать какую-то диаграмму, поправить формулу. Или используя то, что внутренний разработчик сидит рядом с экономистом, мы можем очень быстро изменить алгоритм и на продуктивных данных увидеть результат этого. Буквально за минуты. То есть прототипирование очень сильно сокращается по срокам. И это очень большой плюс. Еще один плюс в том, что наше руководство каждые два года затеяло глобальную реорганизацию. И все, что делалось до этого, становилось неактуальным. А компания наша просила нас, чтобы мы представили данные прошлых лет в новой арх структуре или в новых бизнес-процессах. И если бы мы использовали для этого учетные системы, нам пришлось бы сделать тестовые копии десятков баз данных, прогнать там сценарии, какие-то реклассы, и спустя несколько месяцев получить ответ на вопросы. Благодаря клику и тому, что он интегрировал эти данные, и мы можем оперативно менять формулы и алгоритмы, мы можем такие результаты расчетов, перегонка всех итогов прошлых лет к текущим условиям получать за несколько дней. Это прям по стоимости и по срокам революционные изменения. Это то, что касается отчетности. Вот вершина, то, что начинает заменяться функционал систем управления эффективностью, и то, что отчетность становится сложной, состоящей из нескольких связанных приложений. Следующий сценарий работы это инструменты сверки. Ну вот базовый инструмент, например, сверка внутригрупповых оборотов. Мы собираем данные из бухгалтерских систем, которые у нас стоят в каждом регионе. Это отдельные юрлица были. И между ними у нас в договорах выделены внутригрупповые контрагенты, и производится сверка оборотов нескольких уровней консолидации. И вот клик позволяет реализовать большое количество отчетов, которые выверяют самые разные ВГО, выверяют масштабы отклонений, критичные или некритичные для нашей отчетности. И все это видеть и с этим работать. Вот мы видим по названиям отчетов, что очень много возможностей в одном приложении можно делать. И это реально невозможно реализовать в РСУБД. Ну очень сложно будет. А здесь это быстро поддерживается. Более сложный кейс. Здесь тоже сверки. Это скриншоты из двух приложений, посвященных затратам. И здесь уже идет не просто сверка из разных систем, но и сам расчет. То есть мы в ClickView не просто сверяем показатели по затратам, но мы собираем затраты начисленные, собираем базы распределения и делаем расчеты локации производственных затрат и так далее для получения детального P&L. Соответственно, затраты до распределения и после должны сходиться. С учетом всех трансформаций, того, чтобы детальные данные не потерялись. И вот эти формы, они стали критичными для приемки, для работы. Очень важный был со стороны руководства блока экономики позыв к нашим ДО в том, что никакие сверки в Excel не принимаются при планировании, при прогнозировании, при сдаче отчетности. Только в клике. То есть условием приемки сходимость в клике стала. И это позволило очень сильно продвинуть культуру BI. То есть людям не давали работать в Excel, они вынуждены были добиваться, чтобы в их системах детальные данные были корректными. И вовремя закрывались от редактирования. То есть это куча рисков закрыла. Я чуть позже, да, про вопросы. Ну и внизу тоже вот разные сверки. То есть вот клик для сверок очень хорошо подходит. И в отличие от Excel в том, что вот эти формы проверочные, они могут быть очень большие. Там миллионы строк очень спокойно умещаются. Это не проблема для клика. И в отличие от Excel данные автоматически обновляются хоть каждый час. Это очень хорошо. Вот. Ну и опять же, мы благодаря созданию таких форм заменили часть функционала системы планирования и бюджетирования. То есть часть расчетов была перенесена. Это несло плюс в том, что это быстрее адаптировать под новые бизнес-потребности. Следующий шаг эволюции создания комплексных конструкторов. То есть когда пользователи научились сверять данные, доверять отчетам, они стали играть с разными сценариями использования. и мы стали создавать такие, как пользователи называли, кубы, то есть это модель типа снежинка, с которой можно формировать произвольную отчетность, но можно обращаться к набору показателей. Ну вот в данном случае у нас вот мы видим набор показателей, доступных в этом приложении. И любые из них можно выбрать галочками и можно с помощью фильтров отобрать данные и потом с помощью конструктора, сделанного в клике, создать свой сценарий работы, собрав данные прогнозные, фактически бизнес-плана и так далее, получить сценарий и сравнить его с другим сценарием. Это очень гибкий инструмент. Ну и с помощью полей ввода можно сделать еще функциональность вот иф-анализа каким-то образом изменять. Вот это то, что тоже было сделано по ключевым областям деятельности. Ну и чуть более сложная история, когда мы не только делаем такой конструктор, но еще и делаем довольно нетривиальные расчеты внутри клика, то есть реализованы разные факторы, расчет их, довольно большие формулы и сделан тоже конструктор. И причем результаты расчетов, которые сделаны, сохраняются на слои в QVD и используются повторно другими приложениями. Например, когда мы каждый месяц рассчитываем, что такое новая сеть, то мы сохраняем эти данные из этого приложения и потом используем в армии руководителя для того, чтобы показать результативность по сопоставимой сети АЗС. Ну вот вершина такого подхода это блок приложений, который называется у нас Post-Invest Monitoring проектов сети АЗС. Это тоже набор связанных приложений, одно из которых реализует отчетность, в другое можно проваливаться. И особенность в том, что здесь очень много расчетов реализована. Считаются такие показатели, как NPV, модифицированный ERR, то есть это довольно-таки громоздкие формулы, сложные. И специфика в том, что обрабатывались больше 1200 файлов Excel паспорта проектов начиная с 2007 года в 74 разных форматах. И с очень сложными расчетами они были все переведены в клик, все алгоритмы пересчетов были реализованы, фактические данные, то есть проекты мониторятся 15 лет после завершения стали заходить из систем автоматически, и можно было любой проект пересчитать по любой из методик, которые применялись исторически. И плюс, так как у нас меняются требования и нужно делать разные моделирования, ключевые формулы расчетные, которые используются в мониторинге, были вынесены в Excel настроечный файл, и пользователь может больше 1300 формул менять вручную, и при этом в приложении обновляется расчет. То есть пользователь управляет ключевыми расчетами, и это можно видеть дальше в приложении, что данные пересчитываются по очень большому набору измерений. То есть это вот такое нестандартное использование клика, но очень гибкое и масштабное. Еще один пример. Это логика использования слоев, и это пример того, как мы берем данные с слоев QVD и используем их для расчета одного из приложений. И этим тоже можно управлять, можно пересчитывать точечные какие-то вещи, которые изменились, а можно давать пользователю через настроечный файл менять какие-то параметры. Ну, например, при расчете маржинального дохода мы можем при планировании или при прогнозировании позволить пользователю менять структуру поставок, которые не имеют отношения к маржинам является базой распределения для коммерческих расходов. И это очень гибко позволяет моделировать как бы результаты. И это тоже делается с помощью клика. Следующий шаг, следующий сценарий работы. Да, ну, здесь еще это сценарий прототипирования. Очень много кейсов были реализованы таким образом, когда пользователи решают свои какие-то разовые задачи с помощью песочницы, с помощью подобных вещей. И возможности здесь неограничены. Как раз клик очень хорошо подходит для быстрого прототипирования. Следующий шаг, когда сложные экономические расчеты стали переноситься в клик. Ну и вот пример приложения факторный анализ запасов нефтепродуктов. Да, здесь мы видим идет расчет большого количества факторов. Они выделяются и можно за любой период, по любому сценарию, по подразделениям, по продуктам это все быстро увидеть. Большое преимущество. Еще более сложный кейс экономический. Факторный анализ финансового результата. Ебеда по всей группе предприятий ДРП. Здесь идет сложная логика расчета. Три этапа формирования показателей. Мы видим для одного из факторов пример, как выглядит формула расчета. Вот таких факторов 55 реализовано. И они все рассчитываются в приложении. И это все можно увидеть за любой период, по любому сценарию. Еще один кейс это интеграция большого количества источников. Вот сейчас будет несколько слайдов. Пример из одного приложения кредитный анализ. Здесь собираются из большого количества источников. Это и бухгалтерские системы, оперативные системы, и внешние данные, информация по контрагентам. Мы видим параметры отчетности из внешних источников. Мы рассчитываем разные рейтинги внутренние, кредитные. Смотрим из оперативных данных графики платежей, календари, акты сверок. Рассчитываем некие ключевые показатели по расчетам с контрагентами. Смотрим структуру кредиторской дебютерской задолженности, ее динамику в разных разрезах по датам исполнения, по датам возникновения, по ЦФО, по видам расчетов и так далее. И смотрим структуру задолженности в самых разных аналитиках. Здесь можно увидеть, какие разрезы доступны. Вот это одна из кнопочек нажата, и все это в одном приложении. Сложная история. То есть вот это приложение, оно извлекает данные из больше чем 12 систем для того, чтобы работать. Армы руководителей. У нас сейчас идет разработка уже четвертой версии армов. И первые две версии они относились к отчетности. То есть они больше были основаны, то есть они брали закрытые периоды из систем, а все оперативные данные, как правило, из Excel. И это была такая довольно сырая история, она красиво выглядела, но это было неполноценное, неполноценный ARM, потому что он рано или поздно расходился с оперативной опять же отчетностью в BI. И вот в 2017 году мы внедрили ARM, который использовал данные из 22 систем, то есть в одно приложение сливались данные из 22 систем. А вот текущего года проект, он еще больше по размерам, но его особенность в том, что здесь каждый показатель приходит из другого приложения BI, с которым работают десятки или сотни пользователей. И вот эти показатели, они детально выверены. И это не только показатели обновляемые раз в месяц, это ежедневно обновляемые показатели. Да, и это совершенно другой уровень зрелости. И у нас команда уже около года работает бизнес-аналитиков с этим проектом. И здесь вовлечены представители всех видов бизнеса. И вот это реально вершина BI, того, что можно реализовать, потому что это пирамида из десятков приложений, опирающихся друг на друга. Со всеми ними работают пользователи и топ-руководитель видит действительно данные агрегированные со всеми нюансами, в которые верят все сотрудники на нижних уровнях. И еще один интересный кейс, это система внутреннего контроля. У нас есть реестр проверок, и вот как он применяется к отчетности, мы реализовали это в BI, то есть собираются данные из большого числа систем в приложениях, из этих приложений другое приложение забирает данные, и есть десятки проверок, структурированных по видам проверок, которые применяются к фактическим плановым прогнозным данным. И все эти проверки можно увидеть вот в таком формате индикаторов, в них можно провалиться на уровень ниже, и дальше провалиться, перейти в приложение, связанное с этим показателем, до конкретных строк, которые расшифровывают какое-либо соответствие, либо несоответствие. То есть это очень сложное тоже приложение. По сути, это тоже десятки связанных приложений, которые между собой интегрированы. И мы видим, как BI заменяет какую-то часть функционала системы внутреннего контроля. И в общем достаточно интересный сценарий. Резюме нашего опыта, что мы сделали, почему стало все успешным. И благодаря усложнению сценариев работы с данными, благодаря увеличению количества источников данных, мы постепенно пришли к тому, что возможностей чисто платформы клик нам стало не хватать, данных стало много, нам стало нужно хорошо разбираться в происхождении данных. У нас возникли тысячи правил по качеству данных и нужно было ими управлять, потому что между ними начались конфликты и нам нужно было иметь централизованный репозиторий data quality, которым можно было бы видеть его и понимать, где пробелы, где дублирование идет. Поэтому мы с 2017 года реализуем программу проектов озера данных, систему управления данными и наш центр компетенции по BI превратился в центр аналитических решений. То есть в группе BI разработчиков добавились разработчики хранилищ данных, разработчики big data, у нас появилась группа по метаданным, центр компетенции по data science и центр обучения по аналитике. и сейчас это уже подразделение, в котором больше 60 человек, внутренних сотрудников, которые делают такую программу. И особенность в том, что клик сохранил свое место за все эти годы. Сейчас он стал частью сложного ландшафта уже с big data, но клик стал инструментом, который по-прежнему является номер один для визуализации данных и является одним инструментом, который используется в песочницах для прототипирования решений. То есть то, что мы сделали вот эти бизнес-кейсы, если бы мы сразу стартовали с промышленным хранилищем, мы бы делали их в несколько раз, в 6-7 раз дольше и дороже, чем мы сделали это с кликом. А сейчас то, что мы переносим в эти сложные уже компоненты, такие как Hadoop и промышленное аналитическое хранилище, мы уже точно понимаем, что это зрелые решения и точно понимаем, какие данные туда не нужно переносить, потому что при организации все изменится. И у нас очень зрелый опыт пользовательских сценариев, и мы это используем для того, чтобы более зрело сделать big data ландшафт. Ну и с точки зрения управления данными у нас тоже достаточно зрелые потребности. Я думаю, вы про нас еще услышите на эту тему. Вот. Ну, история с клик, вот она 7 лет от того, что мы приобретали клик как продукт для первого опыта BI, для прототипирования, пережили с ним историю установления зрелости, пришли к очень зрелым кейсам и нашли место для клика в уже сложной архитектуре. Ну и сейчас сама платформа клик, сам вендор выпускает новые продукты, которые тоже ориентированы на big data ландшафт. Ну и мы продолжим наше совместное путешествие в этом. Спасибо за внимание. Иван, спасибо большое. Коллеги, мы немножко сдвинулись по таймингу на полчаса, поэтому буквально пару вопросов. Я помню, вопрос был с той стороны. Уже нет? Два вопроса буквально, коллеги. Дмитрий Дмитриев, Евросеменгрупп. Скажите, вот в презентации, в предыдущей презентации сказано о том, что есть определенный искусственный интеллект, дополненный интеллект. Использовали ли какие-то механизмы, которые позволяют оптимизировать логистические, может быть, поставки, вот какие-то вот эти стороны приложения? Сейчас есть проекты, которые используют методы продвинутой аналитики для оптимизации и планирования ресурсов. Ну, то есть на уровне задач математического программирования. Интегрируя данные из большого числа источников, мы решаем оптимизационные задачи, которые со временем все усложняются. И искусственный интеллект здесь, он у нас был нарисован в 2020 году, да, он заключается в том, что мы отлаженные процессы оптимизации соединяем скриптами, так что поставка данных, проверка данных, расчет и передача данных в другую систему становится автоматическими действиями. Человек либо исключается из процесса, либо получает рекомендации от системы, как правильно сделать. Вот это элементы искусственного интеллекта, которые реально внедряются. Но то же самое происходит в других областях, в клиентской аналитике и в разных аналитических кейсах, которые сейчас реализуются. Вот это не означает, что машина делает все, это означает, что машина либо заменяет человека в части бизнес-процесса, либо дает ему умные рекомендации, которые он сам не способен сделать. Потому что требуется анализ очень большого числа данных. Спасибо. Передайте, пожалуйста, микрофон. Лилия Айбалтина, Казмоногаз. У меня вопрос. Вот до клика какие вы использовали системы для финансовой консолидации, формирования бизнес-плана по всей группе? И после клика вы сказали, что вы заменили почти всю функциональность и что-то осталось все-таки, да? Можно мы подробнее? До клика у нас была внедрена система планирования бюджетирования на платформе 1С консолидация. Да, совместный продукт 1С и KPMG. Достаточно гибкий продукт, но он ограничен аналитиками бюджетной модели. И как раз BI внедрялся для того, чтобы расширить аналитичность и перейти к анализу данных более детальных. Ну и, конечно, Excel использовался в полный рост для всех сценариев, которые чуть-чуть отклонялись от шаблонов. Для всех расчетов, для сверок очень широко используется Excel. В компании в целом есть промышленные инструменты на очень агрегированном уровне, которые формируют консолидированную отчетность. Они до сих пор остаются. Но мы кликом перешли к другому уровню. Мы стали иметь доступ к проверке до детальных записей каждых систем. И исключили возможность махинации, исключили риски того, что что-то изменилось. И это стало настолько прозрачным, что другой уровень стал понимания. И когда компания нам дает какие-то новые требования, мы достаточно быстро на них реагируем, в отличие от других блоков. Потому что у нас выверенные детальные данные есть. То есть все шаги консолидации, я правильно понимаю, вы делаете в клике и сверку ВГО, и консолидационной проводки, и монитор консолидации? Проводки мы не делаем. Клик – это не инструмент ввода. Но мы делаем выверку на разных уровнях и сдаем в компанию уже выверенные обороты или выверенные корректировки, которые уже используются для самого верхнего уровня консолидации в компании. А уровни консолидации вы делаете в клике? Да. Прямо соединяете и все? Ну мы выверяем данные, да. Если что-то отклоняется, то это идет приказ к учетным системам на какие-то ввод поправок и так далее. А формы ввода данных, бизнес-планов… Это не про клик, это формы в учетных системах. В учетных системах. Мы с помощью клика расчетную часть, то есть учетные системы, вернее, системы планирования бюджетирования, например, или системы планирования инвестициями, они исходно делали все расчеты. Благодаря клику мы эти расчеты оттуда изъяли, и эти системы стали приемниками исходных данных, начисленные доходы, начисленные расходы. И дальше они перейдут эти данные в нужных формах, в тех же, в которых был план, в клик. Клик делает все расчеты и проверки, и выверенные итоги снова сохраняются в эту систему. Потому что мы эти данные должны отдать в компанию, должны отдать аудиторам, они должны быть сохранены в базе данных. Но сама логика расчетов из этой базы данных, она была изъята. Ну это я уже когда-то рассказывал, что у Гартнера есть такая концепт, называется Pace Layer Application Strategy. И вот это в чистом виде она, как она работает. Спасибо. Спасибо.